Ни в коем случае, никогда, не покупай это зелье в Скайриме. Да, мои хорошие, это зелье восстановления здоровья, мгновенного восстановления здоровья. Тема алхимии начинает раскрываться более глобально, но вначале, ребятушки, если вы не видели мой билдгайд, самый сильный призыватель оружия и алхимик, ссылочка в описании, зайдите, посмотрите. А здесь, в этом плейлисте, я начинаю открывать тему алхимии масштабно, глобально. Алхимия настолько большая, что вместить в один или в два ролика это, ну если ты сделаешь ролики по пять часов, может быть. Я хочу разделить алхимию по группам, по отдельным. И сегодня главная тема это восстановление здоровья. Все ингредиенты, ингредиенты, самые худшие, средние, самые лучшие, лучшие рецепты, лучшие советы от канала Мистер Кэт. Эффект. Мгновенно восстановить здоровье. Есть три группы. Самая худшая, средняя и максимальная. И давайте по порядку. Вначале я вам покажу худший эффект, но, ребята, дело в том, что худший может превратиться и в средний. Главное, вы должны это знать. Подробности чуть позже. Буду показывать локации, где скопление этих ингредиентов максимальное. И первая наша локация называется Провал Сквозняков. Это пещера. Довольно опасная. Тут фалмеры. И в этой пещере, если вы знаете локации, где этих ингредиентов больше, пишите в комментарии. И первый наш герой, друзья, это бесовский гриб. Тут я нашел 37 штук. А представьте, у вас в алхимии вкачан перк. Находить сразу два ингредиента в одном месте. Угу. Умножаем на два. Гриб напоминает мне белый. Но только из-за того, что ножка у него толстенькая. Шляпка такая потресканная, как будто на солнце был. А снизу, ой, совсем не так, как у белого. Совсем не так. Но, тем не менее, это первый наш герой. Таких грибов очень много в разных пещерах. В этой же пещере самое большое скопление второго нужного нам ингредиента. И это лютый, лютый грибочек. Представьте, лютого я нашел здесь примерно 50 штук. Офигеть. И вот лютый мне напоминает такого, знаете, ложного подосиновика. Угу. Ножка толстенькая. Шляпка слегка красненькая. Такая страшненькая, страшненькая. Но снизу никак у подосиновика. Но в этой локации этих грибочков больше всего. Скопление следующего ингредиента больше всего находится возле камня ученика и заброшенной хижины. Вообще везде, где есть водоем. Он бывает. Но вот здесь большующее скопление. И это, друзья, это синяя стрекоза. Но этих ребят нужно еще впоймать. И есть. С стрекозами есть довольно редкий забавный баг. Когда они подлетают под краба, поднимают его и несут. Они летают очень быстро. И такой смотришь. Краб полетел. Остановился. Опять полетел. Опять остановился. Знаете, это дело этих мелких проказников. Лагерь. Сонное дерево. Угадайте следующий ингредиент. Верно. Тут очень много. Голубой горноцвет. Но на самом-то деле эти цветочки попадаются по всему Скайриму. Очень часто их нахожу возле дорог. Блин, как же я люблю, что мелкие разные и не только мелкие объекты можно рассматривать в Скайриме. Этого так не хватает в очень многих играх. Очень не хватает. Непонятно почему, но в лагере, говорящий камень, очень много. Очень много бабочек монархов. Но будьте осторожны. Это все-таки бабочка. Подошли. Лучше двуручку возьмите. И мощным ударом. Фух. Шучу. Можно руками. С одной бабочки выпадает два крыла. Довольно выгодно. Особенно с перком. Будет четыре. А вот следующий нужный нам ингредиент я бы назвал одним из самых редких. И это жареная шкура злокрыса. Иногда эту шкуру едят бандиты. Иногда находишь в пещерах с фалмерами. Но так, чтобы найти в одном месте много, нет такого. И даже перк в алхимии находить два ингредиента с одного вас не спасет. И даже в плане сбора этого ингредиента он не выгоден. Да, у него нужный нам эффект. Но он весит 0,5. Когда другие 0,1 или же 0,3. White Run. Your Waskr. Самый простой способ получить сердце Дайедра. Да, в нем нужный нам эффект. Еще это сердце можно добыть у Дриморы. Если, конечно, победите его. Но все же, мне кажется, лучше его использовать по-другому. Да? Для создания оружия или же брони. И еще один нужный нам ингредиент можно получить у Саблезуба. Обыкновенного, снежного или же долинного. И это глаз Саблезуба. Это один из редких ингредиентов. Почему редкий? Да потому что Саблезуба нужно еще найти. Его нужно еще победить. И, между прочим, глаз выпадает с него с вероятностью 50%. Предел. Большое скопление возле Валтон. Птичьих гнезд. Я бы назвал этот ингредиент тоже редкий. И знаете, яйцо оригмы прям слегка, слегка напоминает перепелиное. Но только цвет. Цвет подводит. Очень большое скопление. Возле логова Моварта, да вообще болота Морфола, это болотный стручок. Так, запомните. Этот ингредиент, потому что реально на болотах можно найти его штук 100, а с перком алхимика штук 200. Вот эта верхняя часть слегка, слегка напоминает дождевик. Грибочек такой, знаете, который если высыхает, пыль выдувает себя. На множество ферм, которые разбросаны по всему Скайриму, вы можете найти пшеницу. Такой подбежал, схватил охапку и в карман. В карман, в карман. Представьте, это уже 11 ингредиент с нужным нам эффектом. Но это еще не все. Остров Солстейм, официальное дополнение Драгонборн, Вороня Скала, да и много мест на острове, где обитают птицы. Особые птицы, которые только здесь. Здесь взбиваем и забираем перья фельсадской крячки. Сразу три штучки. Также на острове вам будет попадаться довольно много пепельных кузнечиков прыгунов. С них мы собираем аккуратно сложенный в горшочек желе. Их в желе. Из официального, друзья, это все. Но я все-таки хочу обратить ваше внимание на клуб творчества. Да, он появился в Special Edition и добавляет лорные интереснейшие вещи, которые были в прошлых частях. Это очень круто. Я считаю, люди, которые игнорят эти ингредиенты, ну просто не фанаты и Моровинда, и Обливина, играли, наверное, только в Скайрим. Потому что, ну вот сами смотрите, называются товары каджитов. Можно купить у всех караванчиков. Ну, тех, кто продает. Погляди. Появились новые ингредиенты с прошлых частей древних свитков. Ну вот смотрите. Вяленая скребятина. Это Моровинд. Третья часть древних свитков. Грибная трава. Это четвертая часть. Официальное дополнение дрожащие острова. Только там растет эта трава. И здесь можно посмотреть на эти ингредиенты в высоком качестве. Понимаете? Там они не такие были. Ребят, как же круто. Как же атмосферно, что вот эти вот все ингредиенты появились теперь и в Скайриме. А ранее были только в прошлых частях. Я, конечно, понимаю, многие могут сказать, Вань, Вань, ну не у всех Special Edition. Я скажу, ребятушки, значит вы не знаете, что такое Google уже давным-давно криптворчество перенесли в легендарное издание. Давным-давно только самые ленивые этого не знают. Вы можете сказать, да это платное все. Конечно! Если ты не знаком с Google, это всегда будет для тебя платное. Разве что, если ты играешь в легендарное издание на PlayStation 3, да? Даже в Special Edition на приставках. Это все можно получить бесплатно. Я показывал как в секретах. Напоминаю, как называются. Это новые товары гаджитов. Ребят, и именно эти ингредиенты с прошлых частей дают самый большой бонус. Многие могут сказать, блин, а если игроки будут покупать только это? Во-первых, это очень невыгодно, очень дорого. Можно купить только у гаджитов, и у них по чуть-чуть. Это рандом. Может не быть того, что вам нужно. Я, конечно, подобрал только с нашим нужным эффектом. И первое это Амброзия. Вы только посмотрите, какая она прикольная. По-моему, ее можно было получить в четвертой части Древних Свитков по основному сюжету. И то в плане Обливиона. Ребята, очень редкий ингредиент. Как он попал котикам? Ну, неизвестно. Они под скумой могут. Многое. Болотный тростник. Этот ингредиент был еще в третьей части. В Муаровинде. Ребята. Корень, который я уже показывал. Это тоже прямиком с Муаровинда. Угу. Огненный гриб. Грибочек огненный. Такой непонятный ингредиент. Это четвертая часть. Обливиенс. Официального дополнения Дрожащие острова. Многие говорят, один из лучших. На самом-то деле, да. Я его прошел. Еще раз хочу пройти на запись. Сердце порядка тоже оттуда. Угу. Этот ингредиент тоже оттуда. По сюжету получаем соленый рис. Это третья часть Древних Свитков Муаровинд. И эссенция пустоты. По-моему, она также с четвертой части. С дополнения. Прям много очень с дополнения Дрожащие острова. Очень много. Блин, как она прикольно выглядит. Но перед тем, как мы начнем смешивать, зайдем в алхимию. Ребята, у меня есть видео, как прокачать алхимика до соточки. Но я не рекомендую. Я вам хочу сказать, что лучше. Если вы играете за алхимика, не качайте сразу до сотни. Постепенно, не спеша. Притом, если вы играете за алхимика, это очень быстро прокачивается. И с максимальным кайфом. Угу. Алхимик, ну, конечно же, нужно качать до пяти. Самый мощный. Целитель и для ядов, и для положительных на 25%. Ну, это никак не обойдешь. Провизор, это если вы делаете хилки, положительные эффекты, то да. Если по левой ветке, то тут у нас яды. Угу. Будет отдельная тема. Травник, это находим больше ингредиентов. Два, а не один. Экспериментатор, это уже по желанию. Почему разработчики сделали ветку обойти это. Понимаете, когда мы создаем зелье, мы все равно открываем свойства. Так, знаете, постепенно. Так можно быстрее. Съел, и видишь, уже четыре. Угу. Смотрите сами. Змеяная кровь, это 50% сопротивления ядом. Очень, очень эффективно и круто для нашего алхимика защищаться от фалмеров. И чистота. Чистота, это, знаете, спорная такая тема. Многие говорят, не нужно качать. Не нужно качать, потому что есть множество ингредиентов, у которых преобладают положительные свойства, у которых яды. Ну, вы же знаете, что в одном ингредиентах есть четыре свойства. И, соответственно, если мы качнем чистоту, мы будем получать только или положительные, или яды. С одной стороны, все-таки не качаешь и получаешь больше эффектов, зелье дороже. Но, с другой стороны, покажите мне алхимика, у которого нет денег. Пока вы докачаетесь до чистоты, у вас уже будет столько этих зелий с дополнительными эффектами, что вы скажете, ну его нафиг. Зато у меня будет чистота, будет проще. Вам будет проще чередовать ингредиенты. Угу. Так что, конечно же, докачайте и вкачайте этот перк. Сбросил алхимию до нуля. Самый низы. Теперь, на мне нет одежды, которая повышает эффект алхимии. То есть, самый низкий показатель. Отлично, запомнили. Смотрите, 13 базовых стандартных ингредиентов без клуботворчества. С клубом 20 на создание хилок. Нифига себе. Теперь, просто-напросто запоминаем. Есть три. Три усиления. Минимальная, средняя и максимальная. Чтобы было проще, максимальная – это только с клубом творчества. Все ингредиенты клуботворчества больше бонусов дают. Ну, почему они редкие? Угу. Понятно. Разобрались. То есть, базовые – это минимальный и средний. Минимальный – чуть-чуть. Смотрите. Бесовый гриб и лютый обладают минимальным эффектом хилки. Всего лишь 13 без дополнительных бонусов. Также, если гриб использовать вместе с крячкой, тоже 13. Не используйте их. Не используйте. Лучше взять любой другой. Например, лютый гриб. Берем минимальный, которого очень много. И используем на всех других редких. Ребята, сердце Деэдра не очень выгодно. Получаем средний эффект – 22. Намного выгоднее сердце не использовать. Да? А использовать болотный стручок, которого очень много на болотах, вы получите тот же самый средний эффект. И не используйте два средних. Лучше. Лучше взять какой-то дешевый, которого очень много. Ну, согласитесь, болотный стручок и взять глаз саблезуба – это опять же 22. Но это не так выгодно, как взять гриб. Кстати, есть еще негативные эффекты. То есть, ингредиенты преобладают или положительными, или негативными. Ну, негативные, я имею в виду, яды. Соответственно, если мы возьмем бесовый гриб и стручок, мы получим яд паралича. Да. Но таких ингредиентов и смешиваний не так много. Так что, когда вы начнете смешивать, вы поймете. И как раз-то чистота очищает от этих смешиваний. Вам проще будет понимать, что к чему. И просто-напросто мы запоминаем, что лучше всего для создания хилок использовать грибы и любые другие средние ингредиенты. Болотный стручок, по-моему, самый лучший. То есть, больше всего. Ну, соответственно, если хотите получить максимальный эффект с хилки, то используем ингредиенты с прошлых частей. Вот они все. Конечно же, точно такое же правило. Зачем использовать только, только самые дорогие? Мы не получим высший эффект. Смотрите. 26, да? Я беру теперь самый дешевый. Это бесовый гриб. Используя амброзию, получаем те же самые 26. Самый дешевый, самый массовый, самым дорогим, самым редким. И максимальный эффект. Многие могут спросить, Вань, а зачем же нам третий ингредиент, который можно смешать, нужен? Но это тема в следующих видео. Например, вы хотите восстановить не только здоровье, но еще и стамину или же манну. Находите ингредиент с эффектом восстановления выносливости или маны и добавляете его третьим. И помимо здоровья, вам восстанавливается еще стамина или же манна. Да, друзья. А сейчас это бессмысленно. Как видите, вот здоровье 26, я 3 смешаю. И 2 смешиваю, тоже 26. Так что выход не 2, чем 3 тратить. Алхимия для чайников. Теперь проблем с хилками у вас точно, точно не будет. Всем огромное спасибо за внимание. Поддержите видео, напишите ваше мнение, подписывайтесь, кликайте колокольчик. Телеграм в описании. Уведомления всегда вовремя. Пока, друзья.